Всем привет! В этом видео поговорим о том, что МИД России назвал позицию Великобритании по Украине аморальной и лицемерной. Российское посольство в Лондоне прокомментировало текущую позицию нового британского руководства, касающуюся поддержки Украины и ее террористической атаки на Курскую область. 18 августа министр обороны Великобритании Джон Хилли в интервью газете Sunday Express назвал атаку украинских военных на Курскую область защитой, добавив, что операция УСУ на чужой российской территории не противоречит нормам международного права. Чуть ранее свое видение газете Times изложил британский премьер Кир Стармер. Он вторжение в УСУ в Курскую область поддержал и призвал Совет национальной безопасности разработать план оказания более широкой поддержки Украине. В развитии этого британские власти оперативно создали специальную группу по Украине, в которую вошли влиятельные представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел Великобритании. Российское посольство в Лондоне назвало указанные высшие действия британского руководства глубоко аморальными, лицемерными и оторванными от реальности. Российские дипломаты осудили слова британского военного министра, который неуклюже попытался обосновать вероломное нападение в УСУ на российскую территорию соображениями самообороны. В свою очередь, предложение премьера Стармера об усилении военной поддержки Украины в очередной раз доказало, что британское руководство является источником глобальной напряженности в мире. Оно принимает решения, направленные не на прекращение конфликта, а на рост эскалации. В этом смысле новое либористское руководство Великобритании абсолютно ничем не отличается от предыдущего руководства, составленного из консерваторов, и те, и другие активно поддерживают продолжение войны на Украине. Наблюдая за развитием событий на Туманном Альбионе, можно смело предположить, что и позиция США относительно украинского конфликта со сменой президента этой страны не изменится, наивно полагать, что англосаксы добровольно согласятся принять российские мирные условия по Украине. Этого, к сожалению, не будет, а не продолжить воевать с Россией чужими руками. Субтитры создавал DimaTorzok